Привет, меломаны! Сейчас я вам расскажу об одном удобном моменте при покупке на ebay или при участии в аукционе. Да и не только на ebay, а дискоксе и в прочих торговых площадках. Знакомые меня спрашивают на различных форумах, друзья интересуются, просят купить то или иное. Можно, конечно, организовать покупку сразу в регион, в того человека, который просит. Есть такая функция в ebay, чтобы доставить на адрес, не своего, а адрес друга, например. Я им говорил, что здесь стоит это столько-то, столько-то, столько. Но тут есть одно но. Если мы хотим купить эту пластинку или участвовать в фиксовании, конечно же, надо узнать о стоимости доставки к нам. Это опять и опять, еще раз повторяюсь, это очень всегда необходимо. Почему? Потому что вот здесь у него заявлено как 8 фунтов стерлингов. Товар находится в Великобритании, в Лондоне. Но мало ли что заявлено тут. Бывали случаи, что эта система так зафиксировала, а поставка совсем иная. Тем более аукцион, от которого отказаться будет очень сложно. Там есть потом нюансы, если вам надо будет, я расскажу. Итак, опускаемся, чтобы вот сюда скопируем в онлайн-переводчик под рукой для уяснения. Вот тут есть некая информация. Чтобы не было путаницы, не знаю английского языка, обязательно надо это прочитать. Что в Великобритании он заявляет 3 500 фунтов стерлингов по своей стране. В Европу 5,50 обычная доставка. И вот подписано, это значит, он будет расписываться и вам потом, если у вас пройдет удачная сделка, покупка или выигрыш в аукционе, значит он вам предоставит номер для отслеживания. Это будет дороже. Я всегда так делаю. Без номера отслеживания лучше не связываться. Его всегда можно, этот товар, свой купленный товар отследить. Я покажу вам потом сайт очень удобный. Там можно зарегистрироваться. Вот оно, вот это место. Это пусть будет чуть дороже. Ну, вам, конечно, решать. Зато вы будете спокойно спать, всегда наблюдая, где же находится ваша пластинка. Для уточнения, все-таки, можно ему задать вопрос. Нажимаем на доставку. И отправим текст продавцу. Ну, там спросим, какая доставка, например, в Россию, зарегистрированная, с номером для отслеживания. Ну, все, здесь номер введем и отправим. Так, еще чуть-чуть назад. Так, вот она, эта страничка с нашим альбомом. Да, ну, 8,8 фунтов стерлингов. Но лучше уточнить. Да, вон тут сколько всего. Может, мы не хотим за такую сумму потом покупать. А она, стоимость доставки, входит в общую сумму для оплаты. Вот он, оплату PayPal предпочитает. А вот и сам сайт, где можно отслеживать. Вот я сейчас наугад введу номер. Это у меня уже система моя запомнила его. Несколько номеров. Проверить. Вот, ну, это вот я когда-то в США отправлял. Вот они, эти номера для отслеживания, справа и слева. Синим, черным шрифтом. Вот она. Вот, весь путь. Вот как я поступил на почту у нас. Как Паша прибыла в международный пункт обмен в Москву. Передана таможня и так далее. Прибыла в США. Стартировочный центр. Ну, отслеживание остановлено, потому что это давно уже... Мой покупатель давно ее получил уже, эту посылку. Вот, это очень удобный сайт. Можно здесь зарегистрироваться. Сейчас я его дам ссылочку. Очень удобный сайт. Вот он. Вот он. Всегда можно отслеживать свою пластинку, узнать и не беспокоить продавца вечными вопросами, где она, почему ее нет 2-3 недели. Мы будем знать, где она находится периодически. Все. Удачных покупок. Пополняйте любимой коллекции. Участвуйте в аукционах ebay. Удачи, пока.